готова последняя минута коллеги дописывайте сейчас обсудим как раз вот эта часть не нужна а вот с ответов на вопрос уже нужно на видео поэтому то что мы готовы это хорошо нет неважно то есть я буду здесь выписывать поэтому если поймать ты хорошо не требуется не третий людях людей не окей коллеги заканчивайте давайте давайте перейдем ко второй части значит сейчас вы подумали что у вас вызывает наибольшие проблемы да вторая часть у нас это традиционно обсудить друг с другом да коллеги давайте сейчас будет еще пять минут для того чтобы напоминаю как мы это делаем да сейчас на мини группа разобьемся в питере мы разобьемся братск и коряжма могут прям так целиком и остаться одной группой задача очень коротко рассказать коллегам что вызвало затруднения у вас услышать что вызвало затруднения у них и мне от вас через там 5-7 минут нужен будет общий список сложностей на что я мог у каждой группы спросить что у вашей группы в целом какие проблемы какие термины процессы инструменты вызывали сложности чаще всего да коллеги делали это раньше просто напоминаю давайте еще пять может быть семь минут посмотрим как будем успевать на то чтобы рассказать коллегам что вызвало сложности и услышать что вызвало сложности у них и быть готовым назвать коллеги давайте в питере мы разобьемся на две группы просто вот на мужскую женскую чисто чисто географически вот такое да 5 минут коллеги а и а и 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 Списывай, смотрите, а. Ничего себе. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Последняя минута, коллеги, заканчивайте. Готовьте список, сейчас обсудим. Продолжение следует. 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 да хорошо расскажу до оптимизация слэш сглаживание влажен договорились до вам нужно уметь по ним счета вот вам нужно уметь по ней считать по этой формуле давайте напишем чем у нас на тема это не ахти какая тема там не так много заказок заковырок поэтому про него поговорить услышал спасибо мужчины так 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 то есть как как это да зачем это знать вот это тоже ждал free float и total окей окей это то что то что девушки говорили только вот акцент на отличиях в чем все-таки отличается выравнивание сглаживание вот это все левелинг от смуфинг ну не со да окей окей да давайте да помянем burn down окей спасибо не кидали хорошо спасибо коллеги поехали тогда разбираться я давайте начну листать слайды и по мере того как будем доходить до вещей которые либо я считаю нужным либо вы просили рассказать будем о них говорить сейчас я еще раз только посмотрю на это все длительность ага моделирование так 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 да значит ну да смотрите все почти вопрос относятся к главам к вернее к той части которая изложена во второй половине главы поэтому давайте туда и начнем листать я буду коллеги как обычно проматывать то что не вызвало вопросов и просто так два слова про это говорить значит напоминаю расписание тема действительно вот эта тема которая хорошо ложится в мозг потому что в ней есть алгоритм вот делай раз два три там и все вот такие темы отлично заходят у нас впереди кошмарные темы вроде там коммуникации там я не знаю качество так себе тема в общем там заинтересованные стороны это просто болото в нем плывешь и непонятно когда кончится расписание четкая значит квадратно гнездовая тема легкое для восприятия удав который вам знакомого из видео значит к чему относятся процессы должны уже привыкнуть ничего здесь интересного ничего интересного процесс планирования напоминаю процесс планирования в каждой области знаний есть и он называется спланировать эту самую область знаний и означает не ничего другого кроме как подумай как ты будешь этой области знаний заниматься в данном случае подумай как ты будешь управлять расписанием. Подумай обо всем том, о чем дальше будем говорить. Вот надо не забыть подумать. Наш алгоритм, напоминаю, что это то, что мы уже разобрали, он потихонечку заполняется, эти пустые места как-то закрашиваются. Мы подходим к планированию, это важно держать в голове, коллеги, что мы подходим к планированию продолжительности, стоя на плечах содержания. А на языке, теперь уже давайте нормально скажем, на языке методологов у нас есть Scope Baseline. Коллеги, если вы забыли, что такое Scope Baseline, вспомните обязательно. Этот вопрос постоянно на экзамене встречается. Вам прямо так и скажут, у вас есть Scope Baseline, чего вам не хватает? И варианты ответа. Вы должны четко помнить, что Scope Baseline включает два элемента, три даже технически, вспоминайте, какие. Если не вспомните, я скажу, попробуйте сами. Значит, смотрите, дальше вот PMBOOK пишется и переписывается периодически, и там немножко может показаться нелогичным. Но смотрите, когда у вас появилось… Сейчас попробую на пальцах объяснить. Когда у вас есть представление о содержании, то имея Scope Baseline, вы можете ответить себе на два вопроса. Вот они на слайде. Я их включаю и выключаю. Во-первых, можете первые наметки, а что нам закупать на проекте, здесь себе прикинуть. Вы только что создали описание содержания, вы поняли, что мы строим цех, в нем понадобится то-то и то-то, и похоже, нам нужно будет закупить такое-то оборудование, такие-то материалы, примерно в таких-то количествах. Подробнее мы еще потом про это поговорим. То есть смотрите, это к теме закупок. Первые наметки, что закупать, они возникают вот здесь, после Scope Baseline, а уже детально планировать закупки мы будем потом. Это сильно в конце голубой стрелочки, вот когда все набьется, мы тут финальным ударом добьем закупки и собственно тендерную документацию подготовим. Это с точки зрения методологов PMI вот так устроено. Мы сейчас в закупке нырять не будем, я просто показываю, что здесь вот, когда у нас готова Scope Baseline, мы можем подумать о том, так, крупными мазками, что нам в принципе купить и пока что отложить. И точно также на этом этапе, напоминаю, что планирование в PMI в принципе вещь командная, но вот на этом этапе вы планируете командой и, работав с содержанием, вы можете понимать, что, блин, нам не хватает компетенций, давайте-ка мы еще каких-нибудь экспертов подтянем, может быть внешних, может быть каких-то, это тоже такой важный поинт. После того, как вы прошли работу по планированию содержания, у вас могут воздаться дыры и вам нужно будет еще кого-то подтянуть к планированию. Эти точки к нашей теме сегодня не относятся обе, что еще закупать и кого еще привлечь. Я просто показываю, что с точки зрения экзамена, эта штука, она вот здесь примерно находится, с точки зрения жизни эта штука размазана. То есть, мы, конечно, на проекте, я на своих проектах понимаю, кого еще привлечь еще в процессе работы с содержанием, но вот методологии экзамена, я считаю, что вот эти точки места тут примерно. Это просто я ваше внимание, коллеги, заостряю, не пропустите этот момент. А вот теперь к сегодняшней теме. Да, собственно, вот о чем поговорить. Вот работы, которые мы выполняем. Тут они по-английски, но опять же, моя цель, чтобы у вас тоже на уши наматывалась немножко терминология. Значит, первое, что нам нужно, это определить последовательность операции. Во-первых, сперва декомпозировать иерархическую структуру работ до операций. Коллеги, здесь не прозвучало вопроса, поэтому я не делаю отдельный акцент, потому что там в руководстве описано, в чем разница пакета работы и операций, надеюсь, помните. Пакет работ – это то, до чего декомпозируется иерархическая структура. Помните, на примере велосипеда в виде вот это все, руль, колеса, гудок. Пакет работы, он конкретный, это конкретная поставка, ее можно взять и отдать в руки, и понятно, чем кончилось. Вот, операция – это какое-то шевеление ваше атомарное, иногда важно расписать то, что вы делаете до шевеления. Далеко не всегда, но только пример выполните. Если, скажем, вы в примере настройки дверь никогда не устанавливали, и установка швеллера для вас целая проблема, вы не понимаете, как это сделать, лучше писать дать действий. Для других операций, которые вам привычные, так не делают, чтобы не закопаться в бесконечное планирование. Иду дальше, просто здесь ничего говорить не буду. Последовательность операций. Перемешанный слайд. Последовательность операций. Сетевая диаграмма. Коллеги, здесь одно сделаю замечание. Значит, опять же, я думаю, концепт, что такое сетевая диаграмма, очень понятный. Мы берем нижний уровень иерархической структуры работ. Вот на слайде сейчас пунктиром, надеюсь, что видно цветопередачи и тем, кто далеко сидит. На пунктире обозначен нижний уровень иерархической структуры. Если вам не понятно, почему нижний, спросите. Просто самый нижний. Для кухни самый нижний уровень – это третий, а для ванной самый нижний уровень – это второй. Ванну мы не декомпозировали. Ну, собственно, что декомпозировали, нижний уровень – это собираем. Если это пакет – это пакеты, если это действие – это действие. И растаскиваем в виде сетевой диаграммы. Значит, если вы читали PMBOOK, я надеюсь, вы это пролистываете его хотя бы, то обратите внимание, я, по-моему, эту презентацию не выносил. В руководстве я это мельком упоминаю, что почти все зависимости – это финиш-старт. И на экзамене вам только такие вопросы попадутся – финиш-старт. Но термин может всплыть все равно. Имейте в виду, на примере сетевой диаграммы, что сейчас на слайде. Первые два прямоугольника – электрика в кухне, стрелочка, плитка на пол в кухне. Ну, то есть, капитан очевидность, тем не менее, давайте проговорим. Когда заканчиваются работы по электрике в кухне, начинаются работы с плиткой. Одни закончились, другие начались. Как вы понимаете, если вы излистали PMBOOK, могут быть еще три других зависимости. Вот все остальные варианты из этих двух комбинаций могут быть. Это зависимость – финиш-старт. В теории могла быть старт-финиш. В теории могла быть финиш-финиш. В теории могла быть старт-старт. Понятно? Можете себе представить ситуацию, когда… Давайте я изображу это, визуализирую, чтобы просто было понятно. Я только один вариант нарисую, не будем зацикливаться, но тем не менее. Значит, вот у нас… Так, это видно в камеру? Давайте я подъеду. Вот должно быть видно. Вот у нас две работы. И это зависимость – финиш-старт. Закончилось это, началось вот это. Да, коллеги? Буду крутиться туда-сюда. Если не видно – кричите. Видно? Нет. Точно? Вот. Давайте попробуем изобразить тоже две работы. И между ними зависимость какая? Какая-нибудь типа… Иван, ну а нам-то не видно, что вы рисуете. Как-то не видно? Я себя вижу в камере. А вы не видите? Ну, презентация. А, Сергей, давайте поможем. Это, наверное, самый лучший. На пульте она докажет коллеги на черном пульте, который у вас лежит. Слушайте, коллеги, вам говорят, что на пульте надо нажимать что-то. Тут у меня два пульта. Один один от телевизора. У меня пульты кончились. Коллеги, слышите, да? Есть версия, что у вас нужно быть пульт со стрелочкой в квадратики. Это кнопка, которая переключает видео и презентацию. Попробуйте найти и нажать. Нашли, нашли. Есть? Видно? Ура. Видно. Услышал, да? Видит коллег. Понял? Да. Значит, окей, возвращаемся. Вот что я успел нарисовать, собственно, вот одну элементарную вещь. Сверху зависимость, финиш, старт, работа кончилась, другая началась. Снизу давайте попробуем какую-нибудь другую изобразить. Типа там что-нибудь, старт-старт, например, да? Старт-старт. То есть, когда одна работа начинается, начинается и вторая работа тоже. Она вот так изображается, да? Стрелочкой. Эта работа началась, сразу же вторая началась. Чтобы понять, что это за бред, нужно себе представить пример какой-нибудь. Коллеги, можете представить себе пример? Коллеги, кто-нибудь? Можете себе представить пример, когда вы как менеджер… Давайте сейчас от проекта совлечемся вообще в жизни. Любой пример жизни, когда вот одна работа начинается и в этот момент, как только она началась, нужно вторую тоже обязательно начать. А если она не началась, то и вторая не нужна. Варим суп и варим картошку? Да, да, да. То есть, если мы начали варить суп, то надо прямо тут же начать нарезать картошку, потому что он закипит, надо закидывать. Но если мы не начали суп, нам вообще не нужна картошка, не надо ее трогать. Вот ровно такая логика. Может быть зависимость типа старт-финиш. Не финиш-старт, а старт-финиш. То есть, когда одна работа началась, вторая должна немедленно закончиться. Ну, я не знаю, мы красим стену и ждем ребенка из роддома. Если он приехал из роддома, нужно немедленно прекратить красить стену. Но пока он не приехал, можем продолжать. Вот такое что-нибудь. Это вот типы зависимых. Их четыре штуки. Вот из старта и финиша можно сложить четыре комбинации. Они все четыре бывают. Я это говорю к тому, что вы если на экзамене увидите, вы бы не пугались термина. Понимаете, что любая сетевая диаграмма, которую вам на экзамене покажут, она всегда будет вот финиш-старт. Вот так, как у меня на слайде. Она будет ровно такой всегда. Финиш-старт. Но в вопросе где-нибудь может звучать, что вот менеджер проектов, у него все зависимости финиш-старт. Вот тут главное просто не испугайтесь. Понимаете, финиш-старт это то, что я знаю. Это вот то, что всегда бывает. Вот это на всякий случай. Давайте еще посмотрим. Я верну вопросы наши. Поехали дальше. Что там еще? Да, значит еще про зависимость тоже вопрос не звучал. Это очень простая тема. Они бывают строгие и не строгие. Есть зависимости, которые не по вашей прихоти, а так положено. Например, сперва бетон залить, а потом на пол, а потом туда плитку класть. Не наоборот. Это строгая зависимость. Вы не можете положить плитку, а потом залить бетон. Есть выдуманные вами зависимости. Они не строгие. Их можно менять. Это нам понадобится, когда мы будем оптимизировать расписание, пытаться его сжать. Строгие зависимости мы тронуть не сможем, а не строгие сможем. Это подробно расписано. Вы не спрашивали. Про задержки и опережения. Коллеги, вопроса не было, я просто иду дальше. Это очень простая концепция. Если нужно, скажите. Не нужно, я пошел. Иногда в сетевой диаграмме есть опережения и задержки. Дальше. Ресурсы. Обращаю внимание, PMBOOK переписали и теперь назначение ресурсов относится к теме ресурсов. Поэтому мы про нее отдельно скажем. К счастью, это элементарная операция. Когда вы знаете, кому какую работу делать, впишите этого человека туда себе в расписание. Скажите, эту работу будет делать Петя Иванов. Все. И напишите так. Теперь это тема из другой области знаний. Тем не менее, по логике это следующий шаг. Дальше. Дальше мы подходим к тому, где у вас уже возникали вопросы. Это вопрос про оценку длительности операции. Вот, собственно, все способы, как ее можно оценивать. Тут, по-моему, там на видео я тоже про это говорю. Давайте я напомню, что основная проблема менеджмента в том, что он стоит на экспертных оценках. Вот если бы это было не так, не было бы и проектное управление точно совершенно. Если бы предсказывать длительность операции, если вот мы могли бы легко предсказать, сколько у нас займет подготовка видео перед стартом сегодняшнего занятия, у нас бы не было заминки, например. Не было бы проблемы вообще. Но сложность в том, что в менеджменте то же самое. Мы постоянно делаем сложные вещи и точно оценить их не можем. Сложные вещи, которые зависят от многих причин. Поэтому абсолютно точных оценок в менеджменте не бывает. Все они так или иначе вредятся экспертные. Кстати говоря, я недавно готовился к конференции и пришлось посчитать, я взял PMBOOK и посчитал, какие инструменты, вхождение инструментов. То есть я брал процесс и смотрел, в этом процессе использую этот инструмент или нет. И на первом месте оказался инструмент экспертной оценки. Экспертные оценки входят в 70% процессов. То есть 7 из 10 процессов имеют экспертную оценку внутри себя. Это дико популярный инструмент в управлении проектами, к сожалению. Потому что нечем заменить. Давайте пробежимся, освежим вопросы. Что у нас было? Да, про анализ данных сейчас скажем. По трем точкам тоже был вопрос. В общем-то и все. Значит, смотрите. Пробежимся по этому списку. Экспертная оценка. Коллеги, просто тут один комментарий. Экспертную оценку, напоминаю, называют оценкой по одной точке. One Point Estimate. Не испугайтесь. Бывает, что экзамен возьмет и спросит вас вот таким образом. А вот менеджер использует оценку по одной точке. Чего? Это экспертная оценка просто. Оценки по аналогу. Я не буду повторять то, что было там на видео. Все элементарно. Если у вас есть аналог, здорово. Но для сроков аналог подобрать очень сложно. В отличие от содержания. Для содержания аналог легко подобрать. Параметрические оценки тоже самое. Надо просто вспомнить про что речь. Параметрические оценки это когда у вас однотипная работа. Один рабочий кладет 5 кирпичей в час. Значит, два рабочих кладут 10 кирпичей в час. И вот линейная зависимость. И такие вещи можно считать параметрические. Для работ простых, производственных, строительных это годится. Для работ сложных проектирование чего-нибудь это годится гораздо хуже или не годится вообще. Давайте я сейчас перепрыгну к анализу данных. Альтернатив, анализ резервов. Вопрос был, чего это, когда это использовать, для чего это вообще. Я сейчас просто гляну. Есть у меня слайд, но вряд ли. Сейчас, секундочку. Дальше пошли совещания. Еще пара комментариев. Одна из форм экспертной оценки это евристика. Про нее следующий слайд. Сейчас дойдем скажу. И оценка по аналогу это форма экспертной оценки. И иногда почему-то ее называют оценкой сверху вниз. По поводу анализа данных, анализа альтернатив и резервов. Сейчас попытаюсь сформулировать. Смотрите. Анализ альтернатив это излюбленный методологами инструмент. Я себе объяснил так, что это фигура речи. Методологи поставьте себя на место человека, который пишет PMBOOK. Ему нужно как-то на одной страничке описать в виде списка методов, как менеджер может чего-нибудь спланировать. Например, сроки. И так, чтобы к вам не докопались другие методологи. Потому что самые въедливые люди это те, кто пишут стандарты и друг друга там клюют. И вот этот человек сидит и говорит, ну ладно, экспертные оценки. Ну параметрические. Ну такие, ну всякие. Но еще я когда оцениваю сроки, я могу представить, что работу можно сделать несколькими способами. И если я сделать, не знаю, я могу стену покрасить сам, это займет две недели. А могу на день бригаду, это займет два дня. Это будет видимо дороже. Сейчас нас это не волнует, мы говорим про сроки. Но зато быстрее. И потом я из этих разных альтернатив выбираю, какой способ важнее. А мне на проекте вообще важна скорость? Тогда давайте бригаду нанимать. Если деньги не очень важны, а скорость прям очень важна. Мы скоро уезжаем, а это все равно не дорого. Или наоборот, скорость мне вообще не важна, я могу хоть месяц копаться, зато сэкономим. Давайте я буду сам красить. Вот. Это и есть анализ альтернатив. Это просто слово, которое методологи использовали, чтобы подчеркнуть, что такой метод тоже есть. и ни с чем нас с вами не оставили. Такой метод тоже есть. Мучитесь. Вот страдаете. Анализ альтернатив тоже. Он входит в топ-10 самых используемых инструментов. Он, по-моему, в 17% процессов входит. Анализ резервов. Анализ резервов, коллеги, это такое забегание вперед в нашем случае, потому что резервы – это риски. Если вы вспомните видео, ну, вы видео должны были все просмотреть, а темы мы потихонечку разбираем. Так вот, в рисках, когда мы дойдем до рисков, там, я буду вам напоминать, что помните такой термин пэддинг тоже, я говорил, пэддинг – это раздувание, это не очень хорошо. Чем его заменить? Его заменить оценкой в виде диапазона и оценкой рисков. То есть, как мы оцениваем риски? Мы, если вы помните сейчас, то, когда мы занимаемся количественной оценкой риска, мы считаем вероятность и влияние для каждого риска. Например, может сломаться компьютер. Если он сломается, покупаем новый. Стоит он 1000 долларов, а вероятность, что он сломается 40%. 40 умножаем на 1000, получаем 400 долларов, и это не что иное, как резерв. Этот резерв мы закладываем. И когда он сломается, мы этот резерв достанем, мы достанем резервы из других не сработавших рисков, и таким образом нам хватит на компьютер. И в данном случае нам просто говорят, что, ребята, вы оцените сроки, а потом вы дойдете до рисков, вы еще оцените резервы. И они тоже, там, ваши сроки, их надо будет тоже заложить. Так и будет. Мы когда дойдем до рисков, мы сделаем несколько шагов назад и скажем, кстати, сюда нужно резервы положить. Вот два метода. Анализ альтернатив – это просто фигура речи, которая говорит о том, что менеджер, кстати, когда над всем этим думает, когда экспертные оценки формулирует, ему приходит в голову идея сделать по-другому, и он из этих альтернатив выбирает способ. Когда его использовать? Когда хотите. PMBOOK не помогает, экзамен вас об этом не спросит. На практике голова человека работает, естественно, не буллетами, а в виде хаоса такого. Например, у нас, это обычная вещь, во входе мозгового штурма мы сели оценивать задачу, и тут из нас, извините, поперли идеи, а давайте по-другому, а давайте вообще не так. Окей, давайте обсудим. Обсудили, если имеет смысл эта идея, может быть, за нее схватились, то отложили, мозговой штурм изменил направление. Все. Вот это совершенно живой процесс. Резервы, еще раз, они будут в рисках, когда мы до них дойдем. Коряжем, это был ваш вопрос, по-моему, да? Ответил, не ответил? Да, ответили. Спасибо. Еще у нас была оценка по трем точкам, сейчас ее затрону, просто хочу отстрелить все остальные. Еще у нас есть метод совещания, метод пяти пальцев, по-моему, в руководстве описан. Он такой, как сказать, IT-команды его очень любят. Сейчас до него долистаем, там есть отдельный слайд, потом вернемся к оценке по трем точкам. Про кривое обучение, коллеги, не напоминаю, все было в видео, элементарная вещь. Про эвристику, по-моему, тоже в видео есть, не напоминаю, если что, посмотрите в слайдах, спросите. Очень коротко, эвристика, это когда вы подметили, ну, примета народная такая, короче, у вас появилась. Солнце красно поутру, моряку не поутру. Вот что-нибудь заметили, что если солнце сурокрасное, значит ветер будет, или там штиль будет, наоборот. То же самое. Вот пример, да, в IT-проектах мы заметили, что тестирование равно одной трети разработки. Стали использовать, на том проекте с той командой всегда работала, а в ней ее не работает. Вот, это форма тоже экспертной оценки, кстати. Да, значит, работать не везде. Метод пяти пальцев. Это забавная модификация, как можно голосовать. То есть, если вы что-то обсуждаете, чтобы не устраивать разборки, не спрашивать у каждого, с чем он не согласен, вот простое голосование. Обсудили вопрос, я выписал какое-то решение, говорю, коллеги, согласны? Нет? Махните рукой. Если пять пальцев растопырены, значит вы решительно согласны. Если они все сомкнуты, вы категорически против, вообще не согласны. Чем больше пальцев, тем более вы согласны. Значит, задача, чтобы все подняли к минимуму три пальца. Тогда можно идти дальше. Если там два и меньше, надо тормознуть и спросить, давай я расскажу, что не так. Вот. Снова переобсуждаем, снова уточняем, снова голосуем. Кто-то поднял один палец, это очень плохо. Пока пять пальцев, четыре или три в воздухе у всех не окажутся, дальше не идем. Если два и меньше, уточняем, возвращаемся и переспрашиваем. Вот. Такая довольно забавная интерактивная штука. Я не использовал в жизни, мне кажется, очень забавно может пойти. Значит, да, оценка по трем точкам. Она там дальше. До нее дойдем тогда, я на ней еще остановлюсь. Я пока уйду с этой темы, но вернусь еще к оценке, подойдем точкам потом. Значит, что у нас дальше? Так, давайте я начну вычеркивать. Вот это вот мы разобрали. Инвентационное моделирование сейчас дойдем. Дойдем. Фактические пути. Контроль расписания. И... Коллеги, напомните, что было в конце последнего? Это был ваш вопрос, я забыл. А, Burn Down. Да, сейчас мы дойдем. Так, пробегаемся в слайды, про которые не было вопросов. Напоминаю, что да, что оценки времени просто так не складываются. Что для того, чтобы понять, сколько проект занимает, нужно сделать критический путь. Для этого есть уже сетевая диаграмма. В нее мы записываем оценки. Пэддингом мы не занимаемся. Не напоминаю, что это такое. И оценка по трем точкам тоже наш помощник. Значит, ура, оценка по трем точкам. Я понимаю, что она вас тревожит. Это такие стремные формулы, которые раздражают сами по себе. Давайте просто проговорим. Значит, напоминаю, оценка по трем точкам – это попытка точнее оценить сроки, основываясь на экспертных оценках. Поэтому вы на вход подаете экспертные оценки. Пессимизм, оптимизм наиболее вероятные. Пессимистик мы most likely и оптимистик. И комбинируя их, получаете более точную оценку. Есть два способа, как считать. Обратите внимание, в методическом руководстве они есть. Здесь тоже на слайдах потом будут. Это либо треугольное распределение, либо бета-распределение. Обычно считают при помощи бета-распределения. Это те самые формулы, которые есть на видео везде. Если распределение треугольное, то там формула проще. Если вы не знаете, какую брать, берите для бета-распределения. Она более надежная. Слева треугольное распределение, справа бета-распределение. Когда мы считаем продолжительность работ, для треугольного распределения она считается просто. Сверху смотрите числитель. Оптимизм, пессимизм и наиболее вероятная оценка. И на три поделить. Три слагаемых делим на три. Если бета-распределение, то вес наиболее вероятной оценки мы увеличиваем на четыре. Давайте расскажу. Почему на три делим треугольное распределение? Это ошибка, точно. Это же ошибка на слайде. Давайте мы ее поправим на лету, чтобы коллег не сбивать. Это потому, что я скопировал слайд. Получилось плохо. На шесть, конечно. Спасибо. Поправили. Пымс. Вот. Да. Это очень важно. Слагаемых шесть. Сейчас наделим на шесть. Собственно, вот. Здрасте. Почему… Я терзаюсь. Мне, как обычно, хочется нарисовать кривую нормального распределения, но я боюсь, что это нас запутает. Но обычно это, в общем, нормально. То есть, смотрите. На всякий случай нарисую еще разок, раз уж мы зацепились за тему оценки по трем точкам. Значит… Сейчас. Я попытаюсь придумать, как-то лаконично рассказать. То есть, еще раз. Какой вопрос мы себе задаем? У нас есть экспертные оценки. Мы пытаемся понять, а сколько на самом деле проект займет, исходя из наших экспертных оценок. И, фактически, зачем мы ее придумали, оценку по трем точкам? Затем, что кто-то… Ну, грубо говоря, поставил… Представьте, что мы ставим мысленный эксперимент, что мы прожили десять тысяч жизней, прожили их очень скучно, и в каждой из этих жизней мы делали один и тот же проект. С одной и той же командой, в одних и тех же условиях. Продолжительность этого проекта менялась в время оценения. Кстати, нам эта картинка пригодится еще, когда до Монте-Карло дойдем. Вот. Продолжительность проекта менялась в каких-то рамках. Вот. И вот по оси Х у нас продолжительность проекта. Это продолжительность. Сколько, например, он занял? Первый раз он занял, не знаю, девять месяцев, во второй — двенадцать, в третий — восемь, четвертый — девять с половиной и так далее. Вот. А Y — это как часто, вот там, в первый раз проект занял девять месяцев, во второй — девять с половиной, в третий — снова девять, в четвертый раз — десять, там, потом снова девять, потом девять с половиной. Так, видно ли то, что я рисую? Давайте сюда подъеду. Вот. Потом сюда, потом вот так, потом вот так, потом вот так, потом вот так. И, в общем, если мы десять тысяч раз так сделаем, то у нас получится кривая Гаусса, кривая нормального распределения. Проживите десять тысяч жизней, продолжительность проекта будет каждый раз немножко отличаться, но будет видно тенденцию. Чаще всего проект занимает там вот сколько-то. В нашей формуле это сколько-то, это и есть M. Это most likely, наиболее вероятно. Чаще всего проект столько занимает. Очень редко проект занимает оптимистическая оценка. Да, потому что, тоже я на видео это говорю, коллеги, что такое оптимистическая оценка? Когда вы спрашиваете ее у другого человека, вот на практике это важно, ты подходишь и говоришь, представь, что звезды сошлись, вот быстрее какого срока ты точно не успеешь. И он говорит, ну там быстрее, чем за шесть месяцев это сделать никак нельзя, вот хоть убейся. То есть шесть месяцев это почти, например, почти нереальный срок. То есть быстрее оптимистичного срока сделать невозможно, это вообще идеальная ситуация. Ну поэтому там проект может быть хоть один раз завершится идеально, но как правило нет. Пессимизм это наоборот. Когда мы спрашиваем у человека пессимистическую оценку, мы говорим, представь себе, что звезды сошлись в другую сторону, все не получается, но все-таки проект закончить можно. Вот в какой срок ты точно уложишься? Он говорит, ну там в двенадцать я точно уложусь, даже если вообще все на перекосе. Вот. Ну и вот если десять тысяч жизней мы проживаем, получаем вот такую картинку, где оптимизм это самый быстрый возможный срок завершения проекта, пессимизм самый поздний, most likely, наиболее вероятный. Это срок, который чаще всего проект занимает. Вот. И откуда родилась оценка по трем точкам дальше? То есть вот такой график, его математики хорошо знают, работать не умеют. Для менеджеров они придумали такую аппроксимацию стандартного отклонения. Дальше, собственно, что сделали математики? Они говорят, смотрите, вот есть наиболее вероятность. Чаще всего проект занимает вот столько времени. Дальше хорошо знакомая в Элиме концепция шесть сигма. То есть я прям видел этих людей, которые ходят по заводам и учат людей сигмам и раздают им пояса. Вот. Смотрите, с точки зрения математики, если у вас есть нормальное распределение и вы нашли вот M, наиболее вероятно, самое частое значение, то если вы вычислите сигму некоторым образом, у нас совершенно не важно каким, там нетривиальная формула, и отложите вправо влево одну сигму, вправо и влево одну сигму. Вот одна сигма и одна сигма. Коллеги, видно, да? Вправо влево одну сигму, то вот в этот диапазон попадет шестьдесят восемь, по-моему, процентов, примерно шестьдесят восемь процентов всех наблюдений попадет в этот диапазон. Если вы возьмете замах пошире, посчитаете две сигмы, вот еще две сигмы прибавили вправо, вот в этот диапазон, все суммарно, вот этот диапазон включит в себя уже, не помню, сколько там, девяносто девяносто пять? Нет, нет, по-моему, нет. А, девяносто пять, наверное, да, точно, девяносто пять процентов. Вот. Если вы возьмете три сигмы, в нее войдет девяносто девять и девять десятых, то есть почти что все. Вот. Проблема в том, что сигму сложно считать. Ее математики умеют, менеджеры обычно не очень. Менеджеры тех, из кого математика не получилась. Вот. Поэтому для них придумали очень просто. Посмотрели на эту штуку, говорили, смотрите, как легко. Все, что на графике, делится на шесть одинаковых частей. То есть, смотрите, если мы возьмем пессимизм, самый большой срок замешения проекта. И оптимизм. Вот. P-O это вот ровно, эта штука – это P-O. И поделим на шесть, то получится сигма. Вот эта формула. Видите? SD. P-O делить на шесть. Вот. Так получилось SD. Соответственно, для того, чтобы… ну, когда придумали, как считать SD, стали придумывать, как считать estimate activity duration и AD. И было ясно, что складывать нужно самые очевидные цифры. Самое очевидное – это оптимизм и пессимизм. Ну, потому что их можно спросить у человека, а человек их легко называет. Вот. И наиболее вероятное. Это третье и последнее, которое можно спросить. Поскольку в знаменателе у нас уже шесть, и от нее никуда не деться, то и в той формуле тоже надо шесть ставить в знаменатель, чтобы сравнимое со сравнимым сравнивать. Вот. Соответственно, у нас там слагаемое O, слагаемое P, слагаемое M. А их должно быть шесть. Вес какого увеличивать? Вполне очевидно, что среднего слагаемого, потому что оно среднее, но самое вероятное. Потому что оно вон где. Все. Родиловать формулу estimate activity duration. Оптимизм плюс пессимизм плюс четыре наиболее вероятных. Делить на шесть. Шестерка пришла из SD. Все. Все остальное. Вот. Да. Когда мы считаем диапазоны, пытаемся вот в формуле beta распределения самая нижняя строчка, раньше написано диапазон. Когда мы пытаемся посчитать диапазон и сказать себе, куда мы уложимся, в какой размах попадем, с какой вероятностью. Вот. Множитель n – это не что иное, как количество сигма. Плюс-минус одна сигма – 68%. Плюс-минус две – да, вы были правы, 95%. Плюс-минус три – 99%. Специально высчитали количество сигм, которые дают уже 90% вероятность. Оказалось, что их должно быть одна 654. Вот тогда вам 90%. Вот прям так. Ничего сложнее этой формулы экзамен у вас не попросит. Хитрых задач, когда вам нужно складывать нетривиально друг с другом разные последовательно идущие работы, экзамен не попросит. Раньше просил, сейчас перестал. Вы должны хорошо понимать вот это, то, что на слайде. То есть все эти формулы, все эти слагаемые и понимать, что такое треугольное распределение, что такое бета, в чем разница. Если треугольное, то вас могут попросить посчитать estimate activity duration. Тогда у вас не будут просить считать SD и range и все остальное. Если бета распределение, то будьте готовы к тому, что SD и range там появятся. Вот такие вопросы нужно забирать себе. Подчеркиваю, что вы видели вопрос на формулу, раз и забрали его себе сразу. Формулу вспомнили, рассчитали – это гарантированно 100% правильный ответ. В отличие от других довольно заковыристых вопросов. Ответил? Хорошо. Возвращаемся к списку вопросов. Вычеркиваем три точки. Сейчас к интересному подходим, к сетевой диаграмме, к критическим путям. Критический путь. Тут есть несколько нюансов. Во-первых, вы спрашивали, во-вторых, мне есть, что вам сказать. Что такое критический путь? Вроде всем понятно. По большому счету смысл в том, что определить критический путь – это понять, у каких работ нет резерва. Вернее, какие работы нельзя задерживать, чтобы не сдвигать последующие работы и дату окончания проекта. В простых случаях критический путь – это очевидная штука. Работы, которые имеют запас… Вот смотрите, здесь путаница, коллеги. Это дурацкая совершенно. Здесь надо знать английский термин. Значит, по-английски этот запас называется float – плавучесть, подвижность. Если вы читали русский PMBOOK внимательно, то вы заметили, что его перевели как резерв. Что отвратительно совершенно, потому что резерв точно так же перевели резервы из раздела, посвященному рискам. В итоге в PMBOOK есть два термина одинаковых, которые называются резерв. По-русски, не по-английски. По-английски они нормально называются. А вот по-русски их перевели одинаково. Float перевели как резерв. И резерв перевели как резерв. И вот прыгай как хочешь, дорогой менеджер. Поэтому вы можете в теории получить на экзамене вопрос, где написано, что у проекта… Там у какой-то работы есть резерв, а на самом деле речь про float. Чего нужно сделать? Нужно посмотреть в английскую написание вопроса. Если там слово float, тогда чтобы вас это просто не сбивало. Float – плавучесть. Это вот про критический путь история. Это сколько у конкретной работы запаса, чтобы ее подвигать. Резерв. Слово reserve по-английски – это то, что относится к рискам. И они бывают там contingency резервы, всякие другие резервы. Поговорим, когда дойдем до рисков. Вот не запутайтесь. К сожалению, да. Что стоило назвать слово float каким-то другим словом, непонятно. Перевели, как перевели. Принципиально, напоминаю. Работы, у которых float равен нулю, они на критическом пути. Работы, у которых float не равен нулю, они не на критическом пути. Спасибо, капитан Очевидность. Есть, понятно, более сложный способ прочитать критический путь. Я его там на видео тоже показываю. Когда вы… Помните, просто освежите вашу память, чтобы нотацию сейчас объяснить. Когда вы встаете на какую-то работу, на первую работу, и спрашиваете себя, в какой самый ранний момент времени ее можно начать? В нулевой? Пишите ноль. А закончить самый ранний? Когда? Если работа, как электрика на кухне у нас, самая первая работа длится два дня, то, значит, в нулевой начали, во второй закончили. Следующая работа после начинается. Самое раннее начало во второй день, самое раннее окончание – шестой. Итак, слева направо идем. Для всех работ задаемся такой вопрос. Вот то, что сейчас нарисовано, то, что сверху слева циферка в каждой работе, она называется Early Start, а то, что сверху справа – Early Finish. То есть ранний старт, ранний финиш. Самый ранний, когда ее можно начать, самое раннее, когда ее можно закончить. Когда мы развернемся и пойдем обратно, мы будем заполнять нижнюю часть слайда, и там появятся аналогичные цифры. Называться они будут Last Start и Last Finish, соответственно. Сейчас я еще это поясню на следующем слайде. Я надеюсь, да. Да, вот, значит, разница между цифрами по вертикали, между Early Start и поздним стартом, между ранним финишем и поздним финишем – это не что иное, как Float. То есть вот сейчас на слайде выделены, видите, столбики. Цифра сверху и цифра снизу. Разница между ними – это Float. Для работ на критическом пути эта разница равна нулю, для работ не на критическом она нулю не равна. То, чему она равна, Float и называется. Значит, для чего нужно сложное объяснение критического пути? Для того, чтобы не испугаться вот такой нотации. Вот смотрите, еще раз. Сейчас на слайде два прямоугольника – это одна и та же работа. Просто сперва буквами написано, потом цифрами. Вот смотрите, слева еще раз. Вот нотация, она в руководстве тоже есть, к ней надо просто привыкнуть. Это по-английски. ES – это Early Start. Слева сверху. Справа сверху. EF – это Early Finish. Ранний старт – ранний финиш. Внизу тоже самое старт и финиш, только буква L. Late или как он там. Поздний старт – поздний финиш. Вам может встретиться вопрос с такой нотацией. Вам показывали график, на котором работы подписаны вот так. Еще чаще всего бывает такая нотация. Сейчас про флот вернемся, я расскажу. Вот такая нотация. Еще две цифры добавилось. Смотрите, наверху, наверху посередине цифра 2 – это сколько работа длится, а внизу посередине – это какой у нее флот. Я здесь больше не буду ничего объяснять, коллеги. Важно, чтобы сейчас было понятно. Каждая цифра вам должна быть сейчас понятна. Сверху, слева ранний старт, сверху справа ранний финиш. Слева, снизу, справа. Поздний старт, поздний финиш. Сверху посередине сколько работа длится, снизу посередине какой у нее флот. И у нас будет такой вопрос сейчас на симуляторе. Сейчас заодно и закрепим. А теперь про float. Отмотаю чутка назад. В практической жизни free float встречается очень редко, поэтому выпадает из внимания даже опытных менеджеров. Есть два термина, коллеги спросили, что это такое. Total float и free float. Общая плавучесть, упорно не хочу называть ее резервом. И free float, свободный float, свободная плавучесть, насколько работу можно двигать. Определение перед вами. Total float это время, на которое можно задерживать активность, не задерживая проект. Собственно, это то, что float-ом и называется. Вот если сейчас назад отмотать. То есть, вот то, что здесь нарисовано, это все total float. Вот для каждой работы это total float. Вот для обоев в спальне, обоев в спальне 2, видите, работа. Для нее total float какой? Ну скажите. Не спите, коллеги. Обоев в спальне 2, вот. Три, конечно. Снизу 20, сверху 17, разница между ними 3. Давайте проверим. Освещение в спальне 2. Коллеги, кто не говорил, скажите. Освещение в спальне 2, самое нижнее. Три, три, три. Три, молодцы. Вот. Не важно, чтобы вы это понимали. Вот это все total float. Понимаете, если освещение в спальне 2 мы задерживаем на 3 дня, то еще ничего не случится. Если на 4, то поползут следующие работы. Это и есть total float. А free тогда что? Листаем вперед. Значит, free float. Вот. Это время, на которое можно задержать работу, не задерживая ее последователя. Ну, абсурдно немножко звучит, сейчас объясню. То есть, вот, смотрите, вот картинка. Вот, собственно, они нарисованы. Total float и free float. Давайте я это проиллюстрирую флипчартом. Думаю, сейчас будет понятно. Вот, смотрите. Я что-то сегодня схватился за тему с роддомом и не выходит из головы теперь. Смотрите, вот представьте. У нас мы делаем... Нет, не подойдет тема с роддомом. Сейчас приду на другую. Б-б-б-б-б. Б-б-б-б-б. Ну, такой натянутый пример, но чтобы просто было понятно, к чему он. Смотрите, мы делаем ремонт в квартире. И мы сперва клеим обои. И после этого мы должны начать, я не знаю что, класть ламинат. Дальше ламинат. Ну, вот у нас с хозяином договоренность, что ламинат мы кладем, только когда он приедет и посмотрит. То есть он должен согласовать цвет, вот это все. Он должен физически приехать и посмотреть. И мы не можем начать. Он говорит, я буду там в Петербурге, не знаю, 1 сентября. Раньше я не будет, и мы точно не начнем класть ламинат раньше. Потому что 1 сентября хозяин приедет. Вот. Соответственно, мы клеим обои. И мы можем закончить 20 августа. Можем закончить, не знаю, 30 августа. Можем закончить, не знаю, 5 сентября. Вот если мы закончим обои 5 сентября, то как бы это уже не очень хорошо. Мы могли бы уже с ламинатом стартануть. Но если мы закончим что 20, что 30, это разницы никакой, и мы не можем переходить к следующей. Хозяин только 1 приедет. Понятно, коллеги, логика? То есть, представьте, мы обои 20 августа планируем закончить, а здесь хозяин приедет только 1 сентября. У этой работы будет такой, как бы, здесь будет такой простой возникнет. Он будет равен 10 дням. Вот это и есть free float. В нашей ситуации она такая дурацкая. Мы работу закончили, а следующую начать не можем, потому что ее нельзя начать раньше какого-то числа. Соответственно, вот у нее получается free float. Мы можем задерживать обои вплоть до 10 дней, и это все еще не сдвинет работы по ламинату. Да, это последователь, но он такой хитрый, он не может стартовать сразу, он чего-то ждет. Он ждет, в данном случае, приезда хозяина. И вот в таких условиях появляется такая вещь, как free float. Вот если мы задержим его на 11 дней, то мы уже начинаем тормозить. Мы начинаем тормозить следующую работу, проект в целом начинаем тормозить, и это нехорошо. Вот разница. То есть большинство менеджеров, когда используют слово float, имеют в виду total float. Они прям free float даже не думают. Free float это довольно экзотичная ситуация. Вот как я сейчас только что выдумал. Примерно так. Не то, чтобы она вообще не случается, но чем меньше проекта, тем меньше шанс, что у нас есть free float. Ответил, коллеги? Вроде ваш был вопрос. Так. Значит, давайте повычеркиваем. Free float вычеркиваем. Да. Тоже к вашему вопросу про критические пути. Там был вопрос, по-моему, с подковыкой, да, бывают ли несколько критических путей. И тезис был такой, что вроде понятно, что бывает, ну и вопрос такой, типа, во-первых, когда, во-вторых, ну и что с того. Во-первых, давайте разберемся, бывает ли несколько критических путей. Я нарисую элементарный проект какой-нибудь. Вот такой из четырех работ. Представьте, первая работа занимает один день, это два дня, это два дня, это три дня. Вопрос. Коллеги, не спите. Где у этого проекта критический путь? Вот так, чтобы всем было видно. Вот так, ага. Где критический путь? Два критических. Конечно. Два критических путя. Пути, господи, путя, кошмар. Пути. Один вот, а второй давайте другим цветом. А второй вот. Понимаете, да? Параллельно идут несколько работ, но длительность параллельных цепочек одинаковая. Здесь могла быть не одна работа, а две. То есть, например, вот один день, не знаю, тут два дня, четыре дня, не знаю, пять дней. А по низу идет три дня, три дня, снова пять дней. Опять два критических пути, и опять одинаковые параллельные цепочки. Вот. Значит, тезис первый. Критических путей может быть несколько. Конечно. И чем больше проект, тем больше вероятность, что там несколько критических путей. Если есть какие-нибудь закупки, параллельно с чем-то, параллельно с чем-то. Очень часто. Вот. Второй тезис. Зачем вообще про это говорить? Ну, бывает. Ну и что? Считается методологами, что для менеджера это сигнал. Если вы видите два критических пути, и это стрёмно. Общая максима такова. Чем больше критических путей, тем более рискованный проект. Ну, то есть, как сказать, эта логика очень простая. Если два параллельных, одинаковых пути, любой из них сбоит, и время проекта удлиняется. То есть, скажем так, чем больше критических путей, тем выше у вас риск, что время проекта сдвинется. Ну, или там, ну да, время проекта сдвинется. Вот. Тезис ровно в этом. Потому что вероятность того, что что-то звонит на одной из двух параллельных цепочек, выше, чем если бы у какой-нибудь из них был бы запас по времени. Поэтому, еще раз, схлопываем в компактную такую формулировку. Путей бывает несколько, и это сигнал для менеджера, и чем их больше, тем выше риск, что вы сравите сроки. Все. Вот все. Все, что надо знать по критических путей. Вот, повторюсь, на больших проектах это бывает часто. Да, соответственно, на экзамене у вас могут быть вопросы, типа, сейчас пытаюсь вспомнить, какие там бывают, но это в двух контекстах может прозвучать. Либо менеджер выбирает из двух проектов, один из них такой-то, такой-то и такой-то, а второй из них какой-нибудь другой, и у него там три критических пути. Типа, что бы вы выбрали? Вот, имейте в виду, что там надо смотреть, что еще написано, но второй проект просто более рискованный. Вот, вот, вот в чем мысль. Вот. Или вопрос может звучать похожим образом, но наоборот. Может звучать так, что у менеджера проекта на проекте, не знаю, большая команда, как сказать, веселый нрав, что-нибудь такое, трансконтинентальные какие-нибудь там штуки и три критических пути. Вопрос, откуда ему ждать проблем? Ну там, на что обратить пристальное внимание? Ну, опять же, этот вопрос подталкивает вас к тому, что этот уважаемый менеджер должен бояться проблем с расписанием. У него два критических пути, там, три критических пути. У него, значит, если там какой-нибудь из опций предлагает внимательно следить за расписанием и опасаться рисков сорвать сроки, вот это про него, вам вопрос на это и намекает. Вот, для этого и нужно. Так, оп, стоять. Что нам еще тут? Да, про критические пути. Ответили на критические пути? Как контроль... Значит, три вопроса осталось, четыре... А, еще оптимизация сглаживания. Сейчас оно будет. Давайте пойдем дальше тогда. Да, тут всякие примеры. Пролистываем, пролистываем. Про крешинг и фасттрек, коллеги, вроде не было вопросов, я вроде и не буду говорить. Тут, в общем, действительно все... Или был у нас вопрос? Если был, то напоминаете, по-моему, не было. Ну, это очень простая вещь, и она, мне кажется, разжевана там. Б-б-б-б-б-б. И это все пролистываем, пролистываем. Вот, выравнивание ресурсов. Значит, смотрите, я не знаю, почему так сложно описано в пейнтбуке, и, походу, даже у меня не получается нормально это описать какими-то простыми словами. Я тогда руками поразмахиваю. Значит, в чем смысл? Смотрите, мыс... Что такое выравнивание ресурсов, а также, что такое левелинг и смуфинг? Сейчас поговорим. Значит, мы сделали расписание, а это значит, что мы... Что такое расписание, помните, да? Когда что-то становится расписанием. Коллеги? Вот, когда вы смотрите, находите план, говорите, о, я вижу расписание перед собой. Канее, да, когда привязали к календарю, а значит, уже к этому моменту, там уже есть ресурсы, оценена продолжительность, иначе как мы привязали к календарю. И все это привязано к календарю с поправкой на всякие выходные, там, отпуска и так далее. Ну так вот, и вот мы смотрим, мы себя проверяем. И любой нормальный софт для менеджеров, он умеет делать это автоматически. Он пробегается по сетевой диаграмме и смотрит, не попал ли один и тот же человек на две работы в параллель. Если попал, он говорит, смотри, менеджер, у тебя этот человек здесь лопнет. Вот, давай сделаем, чтобы он не лопнул. Ну вот, на нашем схеме, не помню, как у меня слайд упал, да, вот, тут видно, видите, тут эти дядьки, они визуально, если дядька визуально одинаковая, это один и тот же дядька. Я такую мысль закладывал. Он говорит, вот один и тот же дядька и вот один и тот же дядька. Эти два дядьки лопнут, потому что работы в параллель, их бы как-то надо развести по возможности. Как это можно сделать? То есть, вот это и называется, как сказать, процесс поиска ресурсов, которые параллельны на низких работах и дальше попытка с этим разобраться, вот все это вместе называется выравниванием ресурсов. И, значит, делать это можно при помощи, как бы, можно применить левелинг или смуфинг. Я вот не помню, здесь есть у меня пояснение? Нет. Значит, смотрите, суть одна и та же немножко отличается реализацией. Что такое левелинг ресурсов? Я просто не помню, сейчас русский перевод, на вскидку. Смуфинг – сглаживание, левелинг – выравнивание. Ну, или как-то так. Вот. Значит, что такое левелинг? Это то, что делает Microsoft Project, если вы неосмотрительно согласитесь с этим. Он говорит, я нашел, что у тебя, вот, скажем, плитка на пол в кухне и плитка на стены в кухне делается одним тем же плиточником. Он, наверное, одновременно не сможет, давай мы эти работы поставим последовательно, они были параллельны, давай мы их сделаем последовательными. Тогда человек уже не лопнет. Ты говоришь, вот, давай. После этого Project переделывает сетевую диаграмму, то есть, в данном случае, он бы эти две работы расставил друг за дружкой. Неужели у меня там нету слайда? Сейчас. А, нет, там Монте-Карло начинается. Жаль. В общем, он эти работы растащит последовательно и проблему перегруза ресурсов он решит. Но он создаст новое. Он создает проблему с тем, чтобы время к кончению проекта удлинится. Вот для этого есть второй, но тоже иезуитский способ. Это смуфинг. Project говорит, слушай, а давай мы как бы их передвинем, вот эти ресурсы, так, чтобы они не были параллельны на двух работах и чтобы дата окончания проекта не съезжала. Ты говоришь, давай, что так можно было? Он говорит, я же Project. И дальше, что он делает? Он начинает искать дырки. Он берет окончание проекта как догму, говорит, все, я двигать ее не буду. Сейчас, ладно, а где у нас можно в параллели запустить этого плиточника? И вот он найдет дырки и нарубит мелко-мелко этого плиточника, вставит, то есть получится следующая примерно штука, что скажем, вот мы работаем над плиткой на пол, да, а плитку на стену мы кладем параллельно, ну вот на этой сетевой диаграмме никак смуфинг не сделаешь, а была бы немножко другая, он бы там нашинковал, он бы ставил, что бы получилось, короче говоря, что наш плиточник, он час положил плитку здесь, потом сделал перерыв, переключился на другую работу, потом возник флакон снова сюда, потом туда, то есть он бы работу разрезал на 10 кусочков, эти 10 кусочков напихал бы туда, где есть место, повторюсь, на простой сетевой диаграмме это никак не показать, вот, а в сложной это довольно забавно выглядит, на практике смуфинг как бы в стройке он хорошо работает, то есть, например, наскольте, большая стройка, где какой-нибудь котлован, который там то одними людьми занят, то другими, и вот проект позволяет за счет своего электронного мозга оптимально этот котлован людьми загрузить, для работ каких-то с абстрактным результатом, каких-то интеллектуальных, как софта, создание проектов строительных, это выглядит довольно жутко, человек должен полчаса над этим, потом полчаса над тем, потом сюда метнуться, туда переехать, но зато он не перегружен, вот, вот два способа, еще раз, резюмирую, в чем разница, левелинг, это тупо сделать последовательные работы параллельными, то есть, наоборот, параллельные и последовательными, чтобы не перегружать ресурсы, смуфинг, это то же самое, но чтобы дата окончания не сдвигалась, для этого он мелко нарезает обычно работы и пихает эти мелкие обрезки туда, куда может запихнуть, дата не сдвигается, но сходит с ума человек, которого нарезали на кусочки, если это человек, если это был трактор какой-нибудь, то может быть так и надо, один поработал, а потом другой поработал, то есть, это человек, то это не всегда хорошо, вот эти два способа, как можно бороться с перегрузкой ресурсов, вот такая мысль, понятно? Монте-Карло, инвентационное моделирование, есть две темы, которые необъяснимо любят PMI, очень сильно, причем одну со временем я понял, почему он любит, это уже полюбил, это освоенный объем, Ева, вот мы в следующем занятии будем разбирать, он реально очень прикольный, и он очень практичный, то есть, мы сейчас в итоге очень много где используем Ева, но почти всю жизнь я его не использовал, я просто никак не мог распробовать, в чем же там кайф, то вторая тема, я не очень понимаю, почему так любят ее PMI, это Монте-Карло, это просто поразительно, сколько вопросов на Монте-Карло, с ума сойти, при том, что я им пользуюсь, но мне кажется, я вижу ограничение Монте-Карло, он не такой уж, он не настолько крутой, чтобы его так любить, в общем, мое мнение здесь не важно, важно, что он часто на экзамене встречается, давайте я откачу флипчарт и поговорю немножко про это, значит, смотрите, я не помню, по-моему, я в руководстве расписал это, но давайте я еще голосом проговорю, потому что важно, встретиться сто раз, что такое анализ Монте-Карло, вот здесь, кстати, полезно снова открыть, эту, кривую Гаусс, да где она, Гаусс, нет, где-то здесь, а вот же, вот, смотрите, колоколообразная кривая, значит, снова эта мантра про то, что менеджмент стоит на экспертных оценках, и проблема в том, что когда вы что-нибудь планируете, вы довольно мало на что можете реально опереться, поэтому мат-аппарат в менеджменте обычно посвящен изобретению, изобретению нового опыта, то есть как будто бы вы прожили не одну жизнь, а тысячу жизней, и глядя на эту тысячу жизней, можете сделать какой-то вывод, значит, имитационное моделирование, ровно такая история, имитационное моделирование обычно оперирует выборками в 5 или 10 тысяч штук, это самая частая, ну в менеджменте, по крайней мере, самая частая история, что нам предлагается в имитационном моделировании, значит, опять же, мы планируем что-то в проекте, обычно это либо деньги, либо сроки, и здесь мне придется помогать себе флипчартом, давайте, придется пожертвовать гауссовой кривой, значит, я напоминаю, как эта вообще история работает, допустим, вот просто когда мы говорим про сроки, это немножко сложнее, про деньги немножко проще, но принцип один и тот же, вот представим, что у нас проект состоит из трех фаз, три фазы, они последовательны, потому что фазы друг за дружкой идут, и каждая фаза может занять скольки-то до скольки-то, эта фаза может занять от пяти до восьми недель, эта фаза от трех до шести недель, а эта длинная, зато четкая, от двадцати до двадцати одной недели, например, она такая очень предсказуемая, ну и вот сколько займет проект, ну вот фиг его знает, можно применить оценку по трем точкам, на самом деле здесь, да, только надо будет научиться складывать последовательные работы, это хитро, для экзамена не надо, можно применить анализ Монте-Карло, то есть имитационное моделирование, а анализ Монте-Карло это частный случай, вот имитационное моделирование, с точки зрения экзамена, просто это равно Монте-Карло, там, по-моему, ничего другого не бывает, никогда не спрашивают, значит, как это выглядит, во-первых, а, у меня же вот на слайде даже есть, я рисовать полез, ну вот смотрите, вот то же самое на слайде, вот у нас проекты из нескольких фаз, и каждый из фаз может занять от скольки до скольки-то времени, и вот первый шаг, мы отвечаем, экспертные оценки, опять же, мы даем экспертные оценки, от скольки до скольки, не знаю, там, дней, недель, в чем мы там считаем, может занять каждая фаза, значит, следующий шаг, ну, переключайся, это, собственно, моделирование, дальше, мы хотим, собственно, прожить пять или десять тысяч жизней, и посмотреть, каким оказывалась продолжительность проекта чаще всего, ну вот, допустим, мы прожили жизнь первый раз, сделали этот проект, и первая фаза, она могла быть от шести до восьми дней, соответственно, она была там, не знаю, семь, вторая фаза была, она могла быть от пяти до девяти, она была там восемь, и так далее, потом мы прожили вторую жизнь, эти фазы имели какую-то другую длительность, потом третью жизнь, эти фазы были снова какой-то другой длительности, и жили, жили много-много раз, мы так жили десять тысяч раз, и десять тысяч раз эти фазы сколько-то длились, и подчинялись при этом закону нормального распределения, Обычно имитационное моделирование делается в Excel. Я не видел ни одного живого менеджера, который делал бы его не в Excel. Наверное, совершенно точно бывает специальный софт, но чтобы менеджером пользовался, я не видел никогда. А вот Excel – это элементарно, более того, руками делается за 10 минут. Надо только формулу знать. В Excel это делается очень просто, в Excel мы вбиваем в первую строчку, для каждой фазы мы вбиваем диапазон, какой она может занимать, после этого для первого варианта мы пишем формулу, то есть вот мы настраиваем Excel так, чтобы он из диапазона, чтобы он из вот этого диапазона, который сейчас на слайде, случайным образом дергал число. То есть для первой фазы он будет дергать случайно от 6 до 8, для второй фазы от 5 до 9, для третьей от 2 до 4, для четвертой от 3 до 5. И он дергает случайное число и говорит, в первом случае длительность первой фазы была такой, второй такой, третий такой. Потом эту формулу копируем 10 тысяч раз и получаем набор жизней. Мы получаем 10 тысяч проектов, в которых при одних и тех же вводных фазы немножко колебались. Вся эта история будет подчиняться закону нормального распределения, опять же, при помощи формулы можно Excel явно указать. И потом мы просто обобщаем. Мы смотрим на эти 10 тысяч записей и говорим, так, ладно, хорошо. В первом случае первая фаза была такой, вторая такой, третья такой и так далее. А сколько проект в целом занял? Он занял столько, сколько фазы суммарно длились. А во втором случае, а в третьем, и потом мы высчитываем всякие средние показатели. То есть мы, например, можем сейчас сказать, что в среднем из 10 тысяч прожитых жизней проект занимал, я тут не хочу сейчас зависать и считать, ну там, я не знаю, от 11 до 15, в среднем он занимал 12,5 недель, при этом минимальная продолженность была столько-то недель, максимальная столько-то, и анализ Монте-Карло позволяет, сейчас услышите, это важно, анализ Монте-Карло позволяет оценить вам вероятность. То есть можно сказать, что видите, мелкая строчка внизу курсивом, что с вероятностью, например, 95% наш проект уложился там 24 недели. Это вот то, для чего чаще всего его в менеджменте используют. То есть, смотрите, поймите вот кейс, для которого он нужен, вопросы про это спрашивают, мы, я не знаю, разрабатываем модуль космического корабля, запуск через год. И вот мы можем его так разрабатывать, всяко разрабатывать, такие компоненты делать или не делать, или закупать. И мы пытаемся понять, мы успеем к запуску через год и с какой вероятностью. И вот анализ Монте-Карло помогает. Вот если у нас будут такие-то элементы, мы можем каждый оценить экспертное, в каких он диапазонах, сгенерировать Монте-Карло и посмотреть, что в связи с 97% мы успеем к сроку. Окей, тогда так и делаем. Опять же, вспомним фильм «Марсианин», если вы смотрели, там есть эпизод забавный. Это, кстати, известная штука про НАСА, НАСА очень любит Монте-Карло. И там есть момент, когда они запускают ракету, обсуждают, какие испытания проводить, какие нет, и выясняют, чем пожертвовать, каким тестированием можно пожертвовать. Короче, в этом диалоге они говорят про будущее, но в процентах. Они говорят, а с какой вероятностью мы это успеем? Или там какая вероятность, маневр они планируют, и там с какой вероятностью произойдет гибель человека в космосе при этом маневре? И они говорят, там 3% вероятность. На что командир говорит, это неприемлемо, для нас там вероятность смерти должно быть там 0-0, сколько-то процентов. 3% очень высокая, и маневр мы делать не будем. Откуда они берут маневр? Про NASA конкретно известно, что NASA очень любит Монте-Карло. То есть они, во-первых, собирают статистики очень много, во-вторых, они ее используют для экспертных оценок, и их вставляют в анализ Монте-Карло. Повторюсь, я на практике Монте-Карло использую, но я не понимаю, мне он не дает супер ценности, но PMI, видимо, использует его лучше, но по крайней мере очень любит, он во многих вопросах есть. Что важно понимать про Монте-Карло? Запомните несколько тезисов. Первое. Имитационное моделирование Монте-Карло – это почти синонимы. Это одно подможество другого, но в вопросах, если у нас говорят про имитацию, имитационное моделирование, вот если вы увидели слово «имитация», сразу думайте про Монте-Карло. «Монте-Карло» связано с вероятностью, то есть с попыткой оценить, с какой вероятностью в будущем вы чего-то сможете. Это, наверное, ключевое для экзамена. Для себя понимаете, что, как бы оно страшно не звучало, оно достаточно легко и довольно-таки на коленке делается. У нас в симуляторе Монте-Карло есть, сейчас, если дойдем, увидим несколько вопросов про него. Так. Вот, коллеги, кто спрашивал про Монте-Карло? Окей? Вычеркиваем. Фэмс – имитационное моделирование. А кто-то еще спрашивал. Так, коллеги, если про имитационное моделирование остались вопросы, кричите, я еще расскажу. Вот, ключевое вот сейчас на слайде. Все, осталось два вопроса и на перерыв пойдем. Их на слайдах нету, давайте я слайды долистаю, посмотрю. Нет ли там у меня ничего-нибудь полезного. Про вехи, коллеги, вам говорить ничего не буду, там все очень просто. И про график вех говорить тоже не буду. Просто, полезно, наглядно, да. Про то, что диаграмма Ганта – это два в одном сетевая диаграмма и иерархическая структура на видео говорилось, я надеюсь, вы помните, что это вот такое два в одном. Знаковая всем диаграмма Ганта. Да, со слайдами все, собственно. Давайте добьем до вопроса, которые на слайды не попали. Как контролировать расписание? У нас в этой области знаний есть процесс под названием там… Как он, господи, называется? Наверное, может быть, там есть две строчки? Там про базовое расписание, скорее всего, да. Да, есть процесс под названием… Control Shuttle, по-моему, да, он называется? Значит… Вопрос… Сейчас, пытаюсь полезную информацию загрузить. То есть, вообще, все вопросы контроля в PM-буке описаны очень плохо. То есть, PM-бук построен, если вы заметили, на парадигме такой, что, если вы создали хороший план, то как его контролировать, вы разберетесь. Ну, у вас есть хороший план, посмотрите в него и все. Вот. Поэтому, здесь придется не на него опираться, а на здравый смысл. При этом я не хочу сильно уходить в сторону от того, что на экзамене не нужно. Поэтому, короче, вы меня остановите вовремя, когда будет ясно, что я уже ответил, а время жалко. Значит, смотрите. Технически, на практике… К чему… С элементарного. К чему сходится контроль расписания? У вас есть диаграмма ГАНТа, например, да. Что значит контролировать расписание? Значит, во-первых, в этой диаграмме ГАНТа должны оказываться актуальные статусы периодически. То есть, вы… Они туда как-то попадают. Вот. И вы их соотносите с плановыми. То есть, у вас там был план, его видно. У вас там есть факт. Вы там, грубо говоря, вычеркиваете работы. Они там могут, как выполненные, отмечаться, там, на диаграмме ГАНТа цвет менять, там, и так далее. Вот. И, собственно, весь контроль расписания – это в том, чтобы увидеть, что план факту соответствует или нет. И если он не соответствует, то принять какие-то меры. Значит, на практике самый сложный вопрос не в том, как менеджеру глазами посмотреть в диаграмму ГАНТа и увидеть, что план с фактом не бьется, а в том, чтобы добиться, черт возьми, того, чтобы оно попадало в план. Вот факт попадал в план. И вот здесь зарыты трупы несчастных менеджеров, которые с этим не справились. Значит, я… Дальше, вот, кстати, я подчеркиваю, субъективный опыт – это не идеология экзамена. Я знаю два подхода. Один из них мне очень не нравится. Один подход называется «давайте заставим всю команду писать нам статусы в расписание». И это не работает никогда практически. По крайней мере, я не видел той программы, которая будет одинаково удобна и менеджерам, и командам. Особенно ярко это в IT видно, хотя и в не-IT тоже. Значит, в IT есть программы, которые очень удобны для команды, какая-нибудь Jira, например, в которой легко планировать, и ужасно неудобны менеджеру. Попробуйте в Jira диаграмму ГАНТа хорошо построить – умрете. И, наоборот, Project очень удобен менеджеру, классный, квадратно-ганездовой, удобный. Но попробуйте репортить в Project когда-нибудь о сделанных задачках – умрете. Почему? В двух словах, потому что, я не знаю, кто-то так делает или нет, но смысл в том, что когда я член команды, я работаю с задачами. У меня было на неделю пять задач или десять задач. Я их какие-то сделал, какие-то не успел. А какие-то я успел, но они заняли больше времени, чем планировалось. Я сажусь в конце недели и закрываю эти задачки, пишу. Это оценивалось в восемь часов, она восемь и заняла. Это оценивалось в семь, но я сделал ее за двенадцать. Ну и так далее, пробегаюсь. Все это улетает репортами к менеджеру проекта. Падает ему в почту уведомлением. Селиховкин пытается закрыть задачу. Восемь часов было поручено, он ее и сделал. Принимаете? Менеджер говорит, да, принимаю. А вот эту задачу Селиховкин оценил в семь часов, а сделал за двенадцать. Я такой, нет, я не принимаю, что за фигня. Он врет явно, часы списывает. Мне прилетает обратно, что, знаете, не принята ваша задача с комментарием. Я такой, да елки-па. И начинаю снова. Так устроен проект. И представьте, что в команде работает человек двадцать, и они все в пятницу вечерком садятся репортить менеджеру. А у менеджера три проекта при этом. Это фокус. Есть там, я не буду приводить, сейчас компания в Питере, которая внедрила проект, внедрила это правило. У меня очень много оттуда друзей. Мы еще шутили, что это кузница кадров у нас в возрасли. И они рассказывали, что когда у них внедрили проект таким образом, у них уходил день в неделю, день, чтобы просто закрыть план. Коллега говорит, исполнитель, аналитик. Он говорит, я садился, у меня был целый день на то, чтобы отрепортить свои задачки, чтобы они закрылись. Я еще в Excel себе считал, как нужно по часам их подогнать, чтобы менеджер их пропустил. Такая штука. Поэтому парадигма моя... Вот это то, что повлияло на меня. Я тоже пытался, у меня тоже там получалось. Иногда Project заменяет каким-нибудь SharePoint, порталом, вроде как это удобней. Но все равно, связка SharePoint и портал это тоже. У них, по-моему, третья сторона – это контракт с дьяволом. Они подписывают, потому что любой шаг в сторону вызывает проблемы. Сколько раз мы эту связку делали. Я никакую программу не ругаю, просто у меня ни разу не получилось с ними хорошо работать. И моя парадигма очень простая. Команде должно быть удобно. Команда работает и вообще планировать не ее основное занятие. Поэтому ей должно быть удобно. Один любой способ сообщать мне статусы. Я руками их внесу. Вот такое. То есть, если никак не получится, я внесу их руками. Вплоть до того, что ребята могут писать на бумажке свои планы, фотографировать. Ну, понятно, и мне должны быть эти планы. Фотографировать, присылать мне. Я потом руками перебью. Это займет 10 минут. Интеграция с Project займет день. Почему так, я не знаю. Это, наверное, самая ключевая и самая нерешенная проблема из контроля расписания. Вот она вот такая. Когда в расписание попали актуальные статусы по задачам, в моем случае почти всегда ручной ввод. Причем, опять же, я с командой так обычно строю отношения. Говорю, ребята, предложите мне способ, каким вы мне будете сообщать о статусах задач. Если ребята говорят, ну, не знаю, я говорю, сейчас я вам сообщу этот способ. Будете в Project займать. Они говорят, нет, стой, сейчас мы будем пробковая доска там фотографировать. Я говорю, вот, давайте. Вот только не забывайте мне ссылать фотографию там каждую неделю или каждых несколько дней. Вот. Собственно, вот. Когда попали статусы куда-нибудь, например, в Project, дальше проблем уже никаких. Дальше, собственно, контроль сводится к тому, чтобы увидеть, есть ли отклонения. Если они есть, понять, что это значит. Иногда для этого ничего не нужно сделать. Мы понимали, что задачка может затянуться, она затянулась. Ну, ничего страшного. Сделали серьезное лицо, работаем дальше. Иногда нужно встать, пойти к команде, что-нибудь поговорить. Это уже, это выходит за рамки, как ни странно, контроля расписания. То есть, в PimBook есть такая огромная область знаний под названием управление интеграцией. Она у нас в самом конце запланирована. Потому что, если расписание у нас разъезжается, мы пытаемся понять, как его сжать. И вот у нас есть крешинг, у нас есть всякие другие методы. Мы можем денег накинуть и ускориться. Ну, и деньги могут кончиться. А тогда, может быть, качеством пожертвовать. Заказчик может обидеться. А тогда тоже может быть. И вот это и есть управление интеграцией. Мы думаем, елки-палки, все они по плану. Но чем пожертвовать, чтобы ничего не поломалось? И это относится к управлению интеграцией. Для контроля расписания ключевое – получить факт, куда-нибудь его с планом соотнести и дальше подумать. И зачастую раздумья приведут вас к управлению интеграцией. Вот примерно так. Сергей, ваш был лавр, по-моему, да? Окей, не окей? Да. Значит, и последнее перед перерывом – burn-up и burn-down чарты. В чем вопрос? Понял. В двух словах. В двух словах, да. Смотрите. Коллеги, проговорим. Два термина. Если кто-то их на слух не воспринял, сейчас их напишу. Burn-up и burn-down. На них сильно не зацикливайтесь. Наверное, термины вам нужно узнавать на экзамене. Потому что они из-agile. Сейчас я долистаю до какого-нибудь его. Они из-agile, экзамен у нас не по-agile, но понимать, в общем, более-менее нужно. Давайте я burn-down объясню, а burn-up – это просто та же штука, но наоборот. Значит, смотрите. Сейчас последняя тема, чтобы не замылила она вас. Понимайте, что это для общего развития, чтобы термин отложился. Вам не нужно вникать в нюансы и считать burn-down вам не нужно. Это совершенно другой экзамен. Напоминаю, есть классический подход к управлению проектами, про который мы вот тут все. Есть agile. В agile придется быстренько напомнить, в чем суть agile, на примере подхода Scrum. Мы когда-то это делали, я просто напоминаю. Принципиально в agile, конкретно в подходе Scrum, там отказываются от планирования, потому что считают, что это потеря времени. Нужно как можно быстрее идти и работать работой. Как этого добиваются? Добиваются следующим образом. Идут к заказчику и спрашивают, дорогой заказчик, что ты хочешь? И он что-то говорит, чего он хочет. И вот все, что он говорит, разбиваются на такие хотелки. Вот я их кружочками обозначаю. И эти хотелки в такой... Видно там, коллеги? Как-нибудь так? Видно? Если что, кричите. Если не видно, кричите. Я подожду, чтобы в камеру попал. Вот. И вот эти хотелки... Вот так. Эти хотелки в такой большой мешок хотелок складываются. У мешка есть там свое название, неважно. Бэклоха называется. Вот. Сложили какие-то хотелки в мешок большой. Это особенно легко представить, если мы думаем про IT-проекты. Потому что Agile весь вырос из IT. Заказчик хочет интернет-сайт. На этом сайте должна быть такая-то страничка. Интеграция с оплатой. Личный кабинет. Бонусы. Хотелки. Следующим шагом, что мы делаем? Мы их приоритизируем. Пытаемся понять, какие из них важнее. И последнее, что мы делаем в части планирования. Мы пытаемся оценить трудоемкость. То есть, смотрите, что делает agile в отличие от управления проектами. Управление проектами принципиально предполагает, что вы в достаточной степени эксперты, чтобы оценить время своей работы. В чем-то, в часах, в днях, у нас спрашивают, сколько займет. Ты начинаешь страдать, кряхтеть, пыхтеть, но ты можешь назвать оценку. Никто это не любит, но можешь. Чем эксперт отличается от неэксперта? Эксперт хорошо предсказывает результаты и сроки своей работы. Ну и бюджет. А неэксперт не может. И чем меньше вы эксперт, тем больше вам нужно agile. Чем больше вы эксперт, тем меньше вам нужно даже проектное управление. Меньше всего, у вас операционная деятельность будет отлично работать. Так вот, agile – это история про то, что вы вообще ни разу не эксперт. В смысле, вы взялись за дело, в котором у вас нет экспертных оценок. Вы не можете предсказать, сколько оно займет. Поэтому, чтобы вы совсем в паралич не впадали, грубо говоря, как устроен agile. Он говорит, возьмите вот из всего этого мешка хотелок, найдите самую такую атомарную, самую простую элементарную вещь. Сделать шаблон странички главной. Это очень простая работа. И оценить ее в единичку. Мы оценили ее в единичку. Боюсь я вас загрузить ненужными вам терминами, но, в общем, есть такой термин story point. Story point. Вот можете его не запоминать, мне хоть просто надо чем-то оперировать. Story point – это такой условный попугай. Давайте мерить в попугаях. Мы не можем в часах, мы не эксперты, но мы можем в трудоемкости. Трудоемкость этой задачки – один story point, одна условная единичка. Хорошо, а вот эта задача, она во сколько раз соседняя с ней? Скажем, сделать автологин какой-нибудь из социальных сетей. Он насколько сложнее? Он такой же простой? Может быть, он в два раза сложнее, в три раза сложнее, в три раза более трудоемкий. Мы говорим, да, он в два раза сложнее. У него два story point. Сколько бы ни заняла эта задачка, это в два раза больше. А вот эта задачка четыре story point. А это снова один, она простая. А это пять story point. Это десять, это два, это три. И вот так вот мы все задачки в мешке оцениваем в условных попугаях. Два, три, пять, семь и так далее. И вот на этом планирование в agile практически заканчивается в скраме. Больше ничего, никаких диаграмм ганта, ничего. То есть просто нарубили хотелок, оценили их в очень условных единицах. И, как сказать, помните в чем проблема, одна из проблем agile? В том, что заказчику обычно интересно, когда все это дело кончится. Он хочет понять, когда я все это получу. Что ему agile отвечает? Погоди, пока секрет, пока мы сами не знаем. А теперь уже переходи к ответу на вопрос про burn down. Что такое burn down? Agile не дает ответ на вопрос в начале, но он даст его в процессе. Так, попытается угадать. Что делают эти замечательные, что делают люди, которые работают в agile? Они, во-первых, складывают все эти условные story point'ы. Я не хочу складывать, давайте предположим, что суммарно 25. 25 получилось. Вот. И рисуют такую диаграмму. Вот она и называется burn down chart. К моменту старта проекта у нас работ на 25 story point'ов. Поле непаханное совершенно. Помните, как работает agile? Agile из этого мешка отъедает по кусочкам. Он берет, скажем, какие-нибудь две задачки. Вот эти вот. 4 и 2. И там неделю делает. Неделю поработали, сожрали их. Заказчик говорит, да, принимаю эту работу, эту я принимаю. Я вижу, спасибо большое, давайте следующие делать. Он берет следующие, скажем, три задачки. Там один, два и один story point. Вот. И еще неделю их делает. Заказчик их снова принимает. Ну и так вот мы идем. Так вот смотрите. Про burn down chart. У нас на старте было 25 story point'ов. Мы поработали первую неделю. Выполнили две задачки, суммарно 6 story point'ов. Если заказчик все принял, то к началу следующей недели у нас уже, у нас здесь было 25. А теперь стало 19 story point'ов. В следующей неделе мы поработали. Сколько там? На 4 story point'а мы убрали. Стало на 15 story point'ов. Ну и вот так вот у нас потихонечку сгорают задачки из мешка. И график, на котором мы это отображаем, называется burn down chart. Burn down chart в переводе это, burn down это сгорание. Burn это гореть. А соответственно up или down это вот вниз горит или вверх горит. Вот burn down chart это диаграмма сгорания. Как сгорают задачки из мешка. Почему так хитро? Потому что смотрите, раз уж мы еще два слова скажем. Потому что может быть такое, что мы задачку сделали, а заказчик не принимает. Он говорит, это не то, что я просил, переделывайте. Мы такие, блин, пошли переделывать. И в итоге на следующей неделе у нас снова 15 story point'ов. То есть мы их вроде сделали, но он их не принял. Мы по-прежнему в той же точке. То есть диаграмма сгорания. Я не буду занимать еще один лист. Видать там, да. Вот, например, мы сделали на 25. Потом сделали, осталось 19. Потом сделали, осталось 15. Потом заказчик не принял те же самые 15. Потом заказчик принял, осталось 10. А потом в скраме что еще может быть? Пришел заказчик с новым мешком хотел. Говорит, кстати, я еще хочу плюшевого пони, пластмассовую ракету и пистолет. И вот вроде бы мы всю неделю работали, а к началу следующей недели их дрынс 23. То есть диаграмма сгорания такая может быть. Как бы она сгорала, сгорала. Что-то случилось. Здесь обычно подписывают. Заказчик принес новые хотелки. Вот. Вот это burn down. Что такое burn up? Это ровно то же самое, только наоборот. То есть вы можете как бы не вычеркивать задачки, а наоборот подчеркивать то, что мы сделали настолько, настолько, настолько она будет расти. Это будет burn up диаграмма. Повторюсь, вам не нужно это как-то рисовать, интерпретировать на экзамене. Но термин просто вы можете узнать. Burn down chart это вот термин из agile, из этой штуки. Все, коллеги, тогда идем на перерыв. 15 минут перерыв, коллеги. Встречаемся и симулятор. 15 минут. Через 15 минут встречаемся. Продолжение следует...